МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Призвали меня в село Аранае, там это в бригаде у нас было пыльоподавление. Работал я на машине Арц, ЗИЛ-157. Ну, Арц это как поливалка, только военного назначения. Мы базировались в Припяти, и получалось так, что нас довозили до 30-километровой зоны, пересаживались на другую машину и везли до места дисклокации наших машин. Там мы садились на машине, в Припяти это было все, заправлялись водой и поливали пылеподавление по городу Припять, и вокруг станции, на территории станции, и обочины. Все вот эти подавали и водой, и латексом. Это такая па такая, знаете, сладкая смесь такая. Вот с этого, это чтобы пыли было меньше. Постоянно вот это, каждый день, без выходных, вперед, вперед и вперед, для того, чтобы легче было жить. Ощущения какие вам сказать? Ну, например, выбросы были, ощущались, каждые 3-4 дня. А ощущения во рту горечь. Видел я голых ворон. Видать, они лазят по мусорникам, клевали там все, а все же радиация, и перья повыпадали. Вот летит комок, непонятно что, 3 перьины торчит. Движение было между машинами, километра полтора. Только заправилась машина, и сразу пошла, пошла, пошла. Разнарядку давали нам в части, где, куда мы идем. Я видел красивейший город. Частных построек фактически нету там. Постройки все пятиэтажные, девятиэтажные. Очень красивый город. Цветы кругом. Без людей, то, что на балконе видно, белье висит. Кто-то на рыбалку ходил, рыба сушилась. Это год после аварии, а рыба сушится, белье сушится. Дело в том, что там никого не было, понимаете? Кроме нас, работающих там, и милиции, которая охраняла. А так, жутковатый такой, ну как, я не знаю, как вам сказать. Посмотришь, все. Вроде бы все целое, и ничего нет. Тяжелый осадок. Очень тяжелый осадок был. Я не понимаю тех людей, которые пытаются туда пролезть, что-то там, грибы собрать или что-то. Это же радиация. Это ж невидимый враг, с которым боролись и до сих пор еще боремся. Еще будем бороться, пока не полностью этот уран не иссякнет. Субтитры создавал DimaTorzok